Во всем мире октябрь признан месяцем борьбы с раком молочной железы. Как известно, это самое распространенное онкологическое заболевание. Но важно знать, что этот вид рака успешно подается лечению, если выявить болезнь на ранней стадии. О методах диагностики и о том, как жить с этим диагнозом, сегодня поговорим с Александром Гладышевым, заведующим онкохирургическим отделением номер один Минского городского клинического онкологического центра, врачом-онкологом, хирургом высшей категории, кандидатом медицинских наук. Александр Олегович, доброе утро. Доброе утро. Александр Олегович, расскажите, какова статистика рака молочной железы в нашей стране? В 2020 году в мире было выявлено впервые 2 миллиона 300 тысяч случаев рака молочной железы. Причем 685 тысяч случаев летальных исходов от этой опухоли также было выявлено в этом году. Касаемо нашей страны, в Республике Беларусь около 5 тысяч случаев рака молочной железы диагностируются ежегодно. Что касаемо города Минска, то в течение последних лет, как в принципе и везде в мире, наблюдается постоянный рост числа вновь выявленных случаев этого заболевания. Так, в прошлом году 1136 случаев в городе Минске, за 6 месяцев 2022 года уже 601 случай. Если сравнить с 2020 годом, то всего было 970 случаев. То есть, как и во всем мире, плюс 2-5% случаев рака молочной железы рост ежегодный. А как вы думаете, с чем это связано? Ну, в принципе, онкологическая заболеваемость, она растет повсеместно. И связано это, прежде всего, и с экологическими факторами, вот, и с, в принципе, ростом продолжительности жизни человека. Потому что, в принципе, рак – это болезнь, как правило, пожилого возраста, так и с улучшением методов диагностики опухоли на ранней стадии. То есть, вот, в совокупности эти факторы именно и приводят к тому, что мы видим постоянный рост онкологической заболеваемости. Ну, если наглядно сказать, то, в принципе, каждая восьмая женщина заболеет раком молочной железы в течение своей жизни. Вот это такая, ну, наглядная статистика. Вот, как раз-таки, чтобы минимизировать вероятность этого заболевания, давайте поговорим о методах первичной диагностики. Как не пропустить первые признаки появления болезни? В принципе, одним из самых простых и достаточно эффективных методов является самодиагностика ракомолочной железы. Что это включает в себя? Это, в принципе, ежемесячный самоосмотр, самообследование женщины, как правило, рекомендуется там на пятые-седьмые сутки менструального цикла. И включает в себя несколько этапов. То есть первый этап – стоя перед зеркалом, женщина опускает руки вниз, осматривает свои молочные железы. Внимание необходимо обратить на асимметрию, на изменение окраски кожи, на какие-то трещинки, втяжения, изменение контура железы. Первый этап – руки опускаются вниз. Второй этап – женщина поднимает руки за голову и опять-таки проводит осмотр обоих молочных желез. Третий этап – это пальпация или прощупывание обоих молочных желез. То есть правой рукой левая железа ощупывается, все отделы четырьмя пальцами, методично, от латерального края к центру железы по спирали. Левой рукой обследуется правая молочная железа. Затем необходимо осмотреть соски, состояние сосков, то есть не втянут ли сосок, не утолщена ли кожа в области соска, нет ли трещин, нет ли выделения из соска. Следующий этап – это в положении лежа, опять-таки выполняется пальпация молочных желез, так как вот я рассказывал ранее. То есть правая рука – левая железа, левая рука – правая железа. И последний этап – ощупывание, исследование подмышечных впазин. Это зона лимфатических узлов, которые могут быть поражены при опухоле молочной железы. Вот эта методика самообследования ежемесячно рекомендуется выполнение всем женщинам, начиная с 25 лет. Это мы делаем ежемесячно, самостоятельно, дома. Как часто нужно проходить диагностику у врачей? И начиная с какого возраста? Значит, в принципе, обследование по поводу заболевания молочной железы рекомендуется, начиная с этого, живого, с 25 лет. И у молодых женщин основным методом исследования специально выявляется ультразвуковое исследование молочных желез. То есть оно позволяет выявить различные доброкачественные опухоли, в частности, фиброденома, очаговое мастоподие, кисты и так далее. И в том числе позволяет в ряде случаев выявить злокачественную опухоль. Вторым методом специального обследования женщин с патологией молочной железы является маммография. То есть это рентгеновский метод исследования. Рекомендуется он женщинам, начиная с 50 лет. Моложе есть определенные показания, когда можно выполнить этот метод, но не всегда он будет информативен, ввиду того, что ткань железы у молодой женщины плотная, поэтому и рентген-нагрузка высокая, и информативность метода может быть низкая. Поэтому, согласно нашей скрининговой программе, которая проводится в Республике Беларусь, рекомендуется маммография раз в два года пациенткам, начиная с 50 лет. 60 раз в год и так до 70. Вот такая программа скрининга рака молочной железы в Республике Беларусь. Третий инструментальный метод – это магнитно-резонансная томография с контрастированием. Он очень информативный, как скрининговый метод он не применяется, но в ряде сложных диагностических случаев, когда есть, допустим, разногласия между маммографической картиной и УЗИ-картиной, он применим и достаточно часто помогает установить точный диагноз. Александр Олегович, ну вот мы знаем, что при предрасположенности генетической к раку молочной железы сегодня некоторые женщины решаются на мастектомию. Это, на всякий случай поясним, это операция, когда удаляется молочная железа у женщины. И операция, на самом деле, достаточно серьезная, но вот как вы считаете, когда стоит женщине об этом задуматься? В каких случаях? Да, абсолютно верно. То есть рак молочной железы может иметь различную природу, и одна из его форм – это генетически обусловленный рак молочной железы, либо наследственный рак молочной железы тоже может иметь место. Генетически обусловленные раки молочной железы встречаются достаточно часто и, как правило, у женщин молодого возраста. Поэтому это очень важно – вовремя диагностировать данную патологию и лечить ее правильно. Что имеется в виду? У таких пациенток имеется мутация в генах так называемой Берсей-1 и Берсей-2. То есть наличие мутации в этих генах в разы повышает риск заболеть раком молочной железы именно в молодом возрасте. Как правило, это пациентки около 40 лет. Кроме этого, данные виды опухоли достаточно агрессивны. У них, как правило, неблагоприятные биологические потипы, поэтому они требуют очень серьезного подхода лечебного. Соответственно, встает вопрос о профилактике данной формы рака. Да, действительно, при наличии мутации в вышеуказанных генах оправдано выполнение профилактической мастектомии двухсторонней, ну, так называемый синдром Анджелины Джоли. Это то, что сделала известная артистка. Да, но действительно, это оправдано, так как при наличии мутации и ряда некоторых еще факторов дополнительно, в частности, наследственный анамнез, если в семье были рак молочной железы у родственников первой-второй линии, и наличие изменений в самих клетках ткани молочной железы, так называемая атипическая пролиферация. Вот эти три момента – это практически стопроцентное показание к тому, чтобы предложить пациентке выполнение профилактической мастектомии. Как правило, это выполняется с сохранением кожи, с сохранением сосково-ареолярного комплекса, и есть возможность одномомента реконструкции железы с помощью эндопротезов. Вот, поэтому вроде бы и калечивающая операция, но эстетика и, ну, вид и женственность у пациентки, в принципе, сохраняются. Такие манипуляции пациенткам предлагаем и выполняем. Александр, сегодня в клиниках существуют различные анализы на онкомаркеры. Насколько они эффективны и как часто и кому их стоит сдавать? Анализ на наличие онкомаркеров достаточно информативен при некоторых видах опухоли. Что касаемо рака молочной железы, то есть тоже специфический маркер CA15-3, но я не скажу, что он такой информативный, что вот его надо повально всем назначать и исследовать, да. То есть есть другие онкомаркеры для других опухолей. Допустим, наиболее чувствительные и известные всем это ПСА при раке простоты у мужчин. То есть это ежегодно надо мужчинам старше 40 лет выполнять эти исследования. Александр Олегович, не менее важный аспект, когда женщины узнают об онкологии, это ее эмоциональное состояние. Вот исходя из вашего опыта, как не потерять надежду, как сохранить свое эмоциональное спокойствие, когда человек узнает о диагнозе? Да, действительно, это любое заболевание, наверное, это психологическая травма для пациента. Ну, а когда речь идет о раке и, к тому же, о, возможно, калечащем хирургическом лечении, к примеру, химиотерапии последующей и так далее, конечно, это психотравма. Но я думаю, тут несколько моментов, наверное, их три. Прежде всего, это позитивный настрой, конечно, надежда на выздоровление. Второе, доверительные отношения с докторами, которые помогают пациенту в этом, которые лечат его и вкладывают все свои силы в излечение от этого заболевания. И третье, это поддержка все-таки близких и семьи. То есть это очень важно, близкие и родные люди, ну, взаимодействие позитивное с ними помогает пациентам. Кроме всего прочего, пациентки перед началом лечения практически все проходят консультацию врача-психотерапевта. Вот, опять-таки, вот, волнующие вопросы, они могут как-то сгладиться, и она получить, может, ответы на них при общении с врачом-специалистом. Вот это вот, наверное, четыре момента, о которых надо говорить при начале планирования лечения по поводу рака молочной железы. Друзья, берегите свое здоровье, любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Александр Олегович, спасибо большое, что заглянули сегодня к нам в студию. Мы знаем, что вы спешите на операцию. Сегодня планируем, да. Поэтому отпускаем вас. Спасибо вам, ну и будьте здоровы. Ну, я напомню, что сегодня о здоровье, о женском здоровье мы говорили с Александром Гладышевым, заведующим онкохирургическим отделением номер один Минского городского клинического онкологического центра.